как ты там с новыми зубами то еще не все еще только половину вставили помоги господи а мне язык язык весь попорезал они же обточили там они острые язык попорезал и варить не могу щипеть но у меня тогда так и было когда мне напильником там пилил откололся язык режет прям до крови пришлось вести там одна у племянника жена работает в этом стоматологии то она мне сделала там пакет тащила я домой отправился и говорит есть ничего ничего не делайте это не надо делать язык у языка то дезинфекция слюни это так бог сделал и не сделайте это не надо наоборот старый щадящий режим создать еще кислого и соленого не ешьте самое просто это вчера у нас собрание было вы посмотрите там батюшка говорит как он приглашает людей что тут епископ делает что-то не местное а другой которого поставили то из западной украины то лютейший уже ужас один прямо они уже на этом митрополита будут все кидаться за то что у него хорошие отношения он собирается сейчас в это воскресенье потерявку на день деревни а кто кто кидается епископ которые разбили на епархии в городе славгороде нового епископа поставили то у нас 4 вместо алтайская была епархия теперь метрополия 4 теперь и вот он который а наша территория район попадает к нему туда но она не разделили тут на бумаге то но и батюшка то его приглашает и приглашает и что он делает теперь священникам запрещается знать с батюшкой кто будет все на улице вроде стоять будут священника может выгнать лютой просто лютой я сегодня выставил это написал демоническая злоба сергианского попа это архиерея епископа это невероятно это рано или поздно придется писать в епархию в эту в сенот что не делают вот батюшка то нашего вы его знаете и он все разговоры все выложил вчера на собрание от собрания вы зайдите сегодня я поставил и послушайте и человек если только вы слабохарактерны то ему это покрепче чем в морге быть ужас один я сегодня письмо получил сейчас прочитаю мне часто пишут люди такие вот иконы заказывают я не буду называть именем пишет женщина одна сергия здравствуйте моему сыну виталию 29 лет он до сих пор не нашел себя в жизни не имеет семьи жилья работы прошу вас написать для него икону которая поможет ему найти путь в жизни очиститься от греха может быть это икона святого пантелеймена целителя или другая икона который вам покажется вам близкой помощницей моему сыну слава богу за вас человек же пишет вот с надеждой вот стопы на какую-то доску да и вот понимаете как я же получаю тысячи его за несколько лет у меня ну десятки тысяч песен да вот процентов восемьдесят наверное из них вот так в таком духе письма написаны вот и кого кого это самое кого здесь я не знаю где искать виноватых кто виноват в этом я скажу первую очередь не об иконах скажу что такое сын ко мне уже к сентябрю месяцу подходит лагерь я уже распустил приезжают молодые и говорят а у вас лагерь работает нет ну возьмите на что так лагерь закрыты но возьмите его на время я говорю где они в машине подходят он оттуда вылазит 32 года ко мне привезли до ухоженный не работает нигде точно такой же ну я говорю так я бы не по адресу приехали то а где я говорю я знаю где город новосибирск слышали и там есть профессор пилипенко называется поркотерапия мы живем в определенных законах уставах правилах там в ограничениях каких-то знаете в обязанностях вот каноны да вот все же это человек сам придумал и это же господь предлагает нам держаться вот определенных правил а если предлагает то где он определяет эти правила где нам дает господь правилам по которым нам жить нужно ну в первую очередь это совесть она первичие евангелие когда не было написано закона маисеева люди жили по совести послание криминам павел говорит совесть их суде то оправдывает а теперь дано евангелие евангелие это путь царство небесное а каноны которые церковная книга правил это вехи на этом пути как зимой вешки ставят чтобы не заблудиться в пургу вот это нам необходимо но как себя вести ну как злословище отца и мать смерти умрет то есть матершиники все повинны смерти а я твою мать там в смерти повинен вот есть такой штраф бат и там штрафники которые наверное смерть шли и один заругался в мать то он грузин на грузин кинулся драться на него ты мою мать да ты знаешь да он не поймет за что он кидается то он буквально понимать я твою мать а ты знаешь какая моя мать вот здесь по порядку бог указывает что все отца и мать злословище отца и мать смерти умрет вот и грани какие грани грани везде стояли а павел пишет в новом завете уже смехотворство неприлично вам но напротив благодарение дальше а я хочу вот такой то у меня успех великом спорте быть большой спорт называет телесное упражнение мало полезно а благочестие на все полезно видите как люди пишут то как это кто не работает тот и не ест это неправильно многие не работают но едят депутаты все вот который пенсионный фонд руководитель российской федерации вот у меня пенсия со всеми накрутками 6500 все на все за интернет плате за трубу за транспорт за все а он получает 1 миллион триста тысяч в месяц еще непонятно что-то не то делается миллион триста тысяч как это так официально в интернете фамилия его указанная уже не стал смотреть что делать у людей понимает так вот у меня сын пьет у вас есть какая-нибудь молитва от запоя то есть это все фетиш молитва икона что христос христос в один день лечит и и когда человек имеет страх перед богом а когда кто не хочет нравственное кто не работает не ест это неправда а кто не хочет трудиться павел говорит желание ведь не хочешь и не ешь ты плохо работал плохой заработок у тебя ничего не будет на огороде ничего не выросло рыба прошла мимо сети тот где бы ни возьми в саду ничего не растет виноград засох ты ему покажи так и в духовном плане сколько надо чтобы знать правила как это жить себя проверять меньше спать трудиться поте лица я не говорю только под мышками мокро но чтобы лицо было мокрое и в поте лица есть хлеб не работать пойти лица но есть хлеб ты уже поработал уже пришел сел за стол а пот все еще у тебя струится вдумайся в иначе это опять же это какие-то рамки которыми жить не живет никто и и жить никогда не будет надо надо определяться на том что есть вот человек мне пишет да вот определенный человек подпишет мне пришлите мне вот доску да я вот сыну дам ее сын будет смотреть на нее и жизнь его изменится да вот откуда вот в людях вот это вот взялось поселилась откуда это все папы папы по это сделали это церковники сделали то у сектантов почему этого нету этому не учат они обрезали одно двадцатая глава исход нельзя делать изображение никакое двадцать пятую не считают они не правы но не правы не меньше чем мы сколько беды из-за этих икон смотри куда самое настоящее неприкрытое идолопоклонство в пале особенно миротащивые не демоны или над нами издеваются это комиссия патриарша выжил выглаз а папы это мы ломаем голову над чем откуда отсюда я вот возьму что-то сделаю и все время причащаюсь для прощения грехов почему это в писании нет для прощения грехов для жизни для прощения грехов и исповедь даже это это измененное полного погружения нету крещение не умер не умер но не полно погружение то есть ну как умер это похоронили смерть христились в смерть скрылись а это сегодня крестит в в честь того по мазоперии лежит все силу наверное потому что он не похоронен Откуда взялись? Это все священство, это монашество. Решили через желудок, через глаза. А вера от слышания, от ушей, главное, уши. А слышание от слова Божьего. О целях какая цель? Вот приехал новый парень, да, потерявку, там, я смотрел фильм, Володя снимает ролик, я не помню, как его зовут. Виталий, Виталий Калиников. Виталий, да, вот. Он рассказывает свою историю, да. Вот где-то привезли там какую-то икону почитаемую. И вот у него такая мысль, что надо пойти. То есть, вот откуда наберется вот эта мысль, что надо пойти поклониться ей? Что это? Что тебе должно произойти, чтобы у тебя пойти и поклониться ей? Почему? Потому что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это не рожденный свыше, в первую очередь. И даже премьер Булгаков об этом пишет. Почему священники-то не учатся из Писания, из канонов, а друг от друга? А старший тоже мощит. Я так же делаю. Вот откуда идет. Незанятость. И поэтому он невостребованный. И у него развод обязательно. Развод. Жизни нету. Семинарий выгнали. В двух семинариях учился заочно. Ничего нету. И здесь к батюшке первый вопрос. А у вас спортом можно заниматься? А работать уже сообщает. Работик-то не ахти какой. Почему нету строгости никакой? Вот как. Он так слышит все делает. И он тоже Бога-то не знает. А я ни разу не ходил на поклонение никуда. Никогда и не пойду. Вот у нас икона только на аналоге. И когда уже закончится богослужение, по чину положено. Тут я как православный приложусь. Все, один раз. Один раз. За неделю. А икона полный в угол. Я не лезу к ним. Я молюсь, они мне напоминают о святых. А иногда их я не вижу в темноте, молюсь. Ну, они же вам только напоминают. Это же не означает, что она там на ней святость какая-то и не сходит на нее благодать какая-то. Они же вам только напоминают, как фотографии, да? Да. Людей. Да, только так. В таком смысле иконы приемлемые. А когда начинают, вот к нам, ну, приехал старобрядец. Ну, старобрядцы, особенно привязаны к этому. Он зашел поклониться, а сестра убирает, по белку идет. Да у вас помолиться некуда. А на мигом в другую комнату икону, большая доска старинная, притащила ему, вот все, тогда поклонился. Но только не на бумаге. Если на бумаге, это не икона. Приехал ко мне епископ Силуян по Сибири, всесибирский, старобрядческий. И вот он, я его в гости пригласил. Он меня не благословляет, я не каньянин. Какой я не каньянин старобрядческой семьи? Садиться за стол. Нам вместе есть нельзя. В моей комнате у меня в гостях. Я его угощаю. Да я говорю, я уже поел. Садись, владыка, поешь. Ему надо еще врыжиться. А у вас и икона не такая. А у меня железный складень там, старобрядческий, свертлась и икона. Я принес сразу ему икону. Он еще что-то хотел сказать. Я говорю, знаешь что, будет время, есть нечего. Я говорю, как помойного ведра у меня будет, сидеть и поешь. Он, ну, раз ничего нет, сразу смирился и сел тогда. Вот и все. То есть, ну, это заложено в человеке. Вот у меня на прошлой неделе женщина одна приезжала ко мне, вот общались мы. И вот она мне пытается объяснить, какая благодать идет от мощей. Вот. Она говорит, я приложилась, ну, к раке, да. И вот она говорит, я села в автобус, еду из храма, уперлась, говорит, лбом в стекло. И так мне хорошо, так мне благодатно. Вот. Она мне хочет объяснить, что какая благодать идет от мощей. Вот. То есть, это, ну, это само внушение ведь какое-то. Или что? Или действительно люди получают какую-то эту благодать? Как? Ну, так. Вот я подошел к памятнику Пушкина. Там у нас собираем, когда детей приезжают с детьми. А в это время пришла одна бабушка туда. И она ходит перед памятником Пушкина. Он весь рос. Александр Сергеевич, у меня вот такая строчка пропала уже который день. Покоя не нахожу. Утешь ты меня. Подходит памятник и целует. Памятник Пушкину. И то. А другие пишут. Вот когда у нас сильно не ладится что-то, мы идем к Ленину. Он теперь живее всех живых-то. Ну, как себя настроят? Буддисты. А это от буддизма. Поклонение мощам это буддистское все. Это монашество. Это оттуда. Главное это идет. А хотя она, они не соглашаются. Это все, а то не смотреть, как считать на выдохе Иисусова молитвы, Исихазм, смотреть на пупок, надо мысли возвращаться отсюда к пупку. Это все у монахов разработано. Это чисто буддистское. И вот это поклонение-то откуда-то пришло. Это все оттуда тянется. Вещь, предмет. Вот эти, вот ИГИЛ там взрывают, у них там разные памятники. Памятник Будде, там образ и прочее. Это, у них на это есть основание. У них не положено, значит, ничего не положено. И на этом все. Ну, это, знаете, вот как я хочу, вот как я какое определение могу дать этому. Вот сейчас в мире появилось новое такое слово научное. Называется эффект плацебо, да? Вот когда человек сам себя, даже не верующий человек, силой убеждения, может себя даже исцелить от тяжелой болезни. Вот тут когда Господь говорил, поверь ваше, да будет вам, да? Ведь он именно это имел в виду. Когда он говорил, вы поверьте, и это произойдет. Он ведь имел это в виду. Вот поверь ваше в Бога. Тут не так немножко. Тут, понимаете, а человек-то думает, у него это слагается с Господом. Вот они поехали, а он лежит парализованный. Там от дуба мамбрийского корочку отцепите хоть маленько-то. Говорят, выпейте, если ее распарить, исцелишься. Корочку от дуба мамбрийского. Но они когда вспомнили, уже домой подходят-то. Севастьяну-то мы же не захватили. Да какая разница, тут липались, это откали от него. Он подошел, коры отколол и привез. И тот запарил и вызаривал. А это у него такое полное поленица в сарае, коры-то лежит. Но он не знает это. Он умом-то настроился, но опять же, к Господу, к Аврааму и прочее. А не это Господь сказал, что там мусульмане населяются еще. Это на уровне уже сознания и настраивается организм на это. Господь-то не об этом сказал. По вере ваше. Но и в мире, ну Господь, да, я понимаю, что Господь именно это имел в виду. Но ведь в мире, посмотрите, полное исцелений по вере людей происходит и других различных вещей таких, о которых люди, допустим, ну, можно сказать, мечтают, да, и все сбывается по их вере. Но бывает так, по вере еще приходят к эстросенсу, и по вере бывает. Это так, болезнь перекладывается с одной части тела на два других. Такое. Это поэтому умри, говорит, тело разваливается пусть на частях, но отскочи от них, как от лица змея, Златоуст говорит. Вот так. Ну, а это внутренний состав человека, тут объяснено уже на тысячу крат, что это такое. По вере вашей будет вам. Я вот по себе скажу, у меня вера в это есть, что мясо есть не надо, оно не полезно, там разные бляшки, то по вере моей, если я буду есть его, у меня будет неладно. Но это, наконец, на другом уровне. У меня, когда уедет жена, в это время два человека, с которым я разрешаю приготовить, а мы тебе приготовим. Она призна, приготовила суп хороший, я поел, как меня схватило, я не могу, у меня вообще здоровье хорошее, не могу, вышел, кое-кое-кое-как проводил. И боюсь-то обратно вытащить, тогда и другое будет, у меня слабый желудок. Потом я звоню, Анна Кузьминична, что ты сварила? Борщ? Ты мясо не... Нет, она... Я туда положила свиные ушки, купила, ушки свиные. И вот этот навар, про который я знать не знал, он меня чуть не погубил. А любой бы съел, даже нужды нету. Это у меня организм уже без моего ведома сработал на то, что я есть не хочу, тем более свино, я даже в дом не запущу. Это вот определенная щетка. Я не знал. И было не один раз. Не один раз это было. Кто-то подсунет, у меня весь организм бунтует. Я на себе тоже это чувствовал. Я уже 11 лет мясо не ем. И знаете, как-то без... Мне принесли, ну, пришли люди, и принесли там несколько кусочков. И на пикнике были мясо. Ну, поешь, вот мясо принесли. И я, знаете, как без задней мысли съел немного. Как мне было плохо. Не выносили просто. Ну, я к чему говорю, вот опять же вернемся к этому эффекту плацебо, да. Это вот сегодня как раз священники, вот они как раз манипулируют вот этим эффектом, когда выстраиваются многотысячные очереди людей, да, которые сами себя убеждают на то, что вот эта привезенная там тряпочка или корочка какая-то из элиток, да. Они ведь сами себя убеждают, и на них сходят вот в такое состояние. Да, да. Именно так. А исцеление у мощей-то и у буддистов исцеляет мощи, и у мусульман, там у них почитание мощей тоже есть. Так что бывает, вот человек даже не знает совершенно, и по смертельной опасности прошел. Он говорит, а если бы знал, никогда бы не сделал, не пошел. Я помолился, и как по воздуху прошел. Это я испытал, я это знаю. А это, а попы манипулируют, действительно, это естественно так, им это очень выгодно. Вот свеча, она никакой роли не играет, ни мистического никакого. А вот она что-то, ну там Головин Владимир выступает из Болгара города. Он говорит, она вообще ничего не несет свеча, кроме освещения-то. Зачем столько свечей-то? Их там тысяча горит, трещит, копоть идет, там царазин всякий. Это наше убеждение должно основываться на священном писании. Если там нету, до свидания. Я и выложу из этого. И не участник. Я знаю по минимуму, что нужно. В церкви один раз к иконам, когда уходим. Евангелие поцеловал и прочее. Все на этом. Ну понятно это. А если мы вот берем, да, такой вот, ну проведем такой эксперимент. Мы выносим все из храма, все иконы, подсвечники выносим. Ну, всю атрибутику, да? Вот. И где останется наше православие? В чем оно останется? Сегодня нигде не останется, ничего там больше нету. Нету. Если, допустим, скажем, у сектантов, давайте вынесем все, они говорят, а у нас этого и нет. А что? Библия и сборник духовных песен, все, больше ничего нету. И нам нужны песнопения, романы, сладкопелцы, вот эти антифоны, каноны пропеть. И святая Библия. Но у нас православных есть литургия, это мы не можем убрать. Это необходимо. Все. А остальное, это толкование святых отцов, канона учить. Если бы учили, вот сектанты, они бы уменьшились раз в 10. Есть такая книга, Лялина написала «Баптизм». О баптизме. И она, ну, это более ранний период был. Сегодня, может, цифры другие. 85% баптисты подпитку получают из православия. Столько, вот из 100 человек 85% бывшие православные. Я пришел, у баптистов ходил все время, я там слушал. Ну, оттуда сколько людей-то пришло, вот на Геннадий фасты и проще. Ну, мы-то ходим с какой целью-то? Как возвещаем им об этом? Как они постепенно принимают? Люди-то этого не знают. И вот, когда отца, он станет священником, военный следователь, и он поверил, как мы говорили о причастии, что у нас это не хлеб, а тело. И он поверил, поверил и уверовал, уверовал. И тогда задает вопрос, а пресс-фитером у них Никонов, Алексей Дмитриевич, ну, а как же вот написано, что тело крестово кровь, это только у православных. Это вон их храм, Покровский собор, а тут Радищева 67 недалеко, а то там Никитина 137. Он говорит, благодарю за совет, Наташа, жене, говорит, вставай, пошли. Вышел и больше ни разу в аптистое не пришел, стал батюшкой, вот и все. То есть нужно в одну точку показать, без чего мы не можем, а остальное все. Литургия, да, ну, литургия, она невозможна без сопроводительных, там, я не знаю, декораций, да. Это же необходимые вещи для совершения литургии. А какие, нет, вот нарукавников если нету, ну, еще нарукавников нет, служить нельзя. Это не сакральное. Вот, допустим, у него и Петрахиль, он накрывает человека, и Петрахиль это, ну, даже люди даже не знают, это полотенце, которым утирали пот, больше ничего в этом нету. Апостол Павел говорит, не забудь, вот, кожаные книги принести, которые у Карпа оставил, и Филонь. Сегодня Филонь это сшитая форма, Филонь это плащ. Понимаете, из этого что сделали-то? Или сейчас воздух заберут, они на чаши, вот так вот, воздух, вроде воздух. Что это? Это специально было опахало, отгоняли мух, мухи, чтобы не попали, не попали в чашу. И ничего больше нету. Подробное описание этому уже дано. Но, но попы это все скрывают. Ой, воздух там, там с кисточками, там нарисовано. Вот выносят, ну, хорошо, не выносят, плащаницу нету. Никакой роли это не играет. Или без антиминца нельзя служить. Кто это сказал? С чего ради? Да, на мощах служили. Как на мощах? То есть мы единое с ними. Церковь подтверждения находила что-то с есеретиками. Вот Лукян лежит в тюрьме, ноги закованы в колоду. А уже это было, мощи должны быть, мощи. Клади на грудь мне. Все, чашу поставили, совершайте литургию. Вот как надо действовать. Ой, да он вознесся, у него прелесть, у него гордыня. Попы бы его заели, а он в колодок. На грудь, чтобы слова больше не было слышно. Все кончилось, литургия совершалась. Без этого можно обойтись. Зачем они построили иконостас? Зачем от народа отгородились? Возьмите в Киеве, в Софийский собор. Почему она на уровне пояса всего-то, и какое-то ограждение? Ну, оградка, чтобы видно было где-то. Почему у католиков этого нету? У католиков вообще ничего этого нет. Это православные напутали потом. У них самое простое богослужение. И вот здесь вот на два пальца, на три пальца беленький плазец пришито, и больше ничего нету. Ничего нету. Я был у католиков. Вообще нет ничего. И он вот прямо тут кафедра, а за кафедрой вот такое полукругом, нефа такая там. И он тут сидит на глазах людей. Вот это, чтобы столько атрибутики. Вот архиерей идет, и задний шлейф, хвост павлини несут ему. Зачем? Специально Паша, английская королева, идет, тащит 3, 5, 6 метров материи. Зачем? Откуда это взяли? Этого нигде нету. Это друг перед другом. И вот это палец ему навешивает подручник там сбоку. А он ни разу поклон не сделает. Пузень-то какая у него. Мамона-то какая выросла. Это награждает его. А теперь ординары, Азна-Серапима, Александра Невского, железки эти. Награда только одна. Только одна. Гонение, раны нанесенные. Поношение, что ты терпишь. Апостол об этом упоминает. Великая награда. Вот. А как узнать, что ты на истинном пути? Вот мне говорят. Вот вы можете узнать? Могу узнать. А как? По врагам. Когда враги нападают за то, что я прямо, смело говорю, истине Господней. Вот как можно поверить? Я вот смотрю в интернете, ну, много смотрю священника с проповедью, да, и видно, что люди абсолютно неверующие, да, они не имеют совершенно ни знаний Евангелия, не имеют ни внутренней веры, молитвы, с Богом отношений никаких не имеют. Вот. И как может на такого священника сходить благодать? Это может так и на любую чурку благодать такая вот сойти, что она может причащать. Как? Я вот полгода, я писал вам, что полгода уже не причащаюсь после того, как отец Аки меня причастил. Понимаете, я хочу позвонить священнику, пригласить его, понимаете, и меня как будто что-то ограждает. Ну, потому что я немного больше узнал, что происходит сегодня даже вот в том храме, в котором священник меня причащал, да, вот, понимаете. Я не верю в то, что туда может сходить благодать Божия на то причастие. Как вот? Я понял. Вот знаете, как сейчас мы с вами разговариваем, люди, которые будут слушать, и на ваш вопрос, они уже мой ответ знают. Да пошли они, эти попы. А вот тут как раз на меня натыкаются, и я так не могу ответить. Я признаю, пока не запрещен архиереем благодатным его. Сколько о патриархе говорят? Я считаю его благодатным, о патриархе Кирилла. Что бы о нем не было, хотя бы было действительно, если только он не сделал то, что подпадает под каноны извержения. Конечно, ни гомостексуалист, ни гей. Там ничего нету, там пустое. Но если он не делает, так вот это не делает, побуждает к большему меня. Я вижу, какой большой труд. Теперь я над ним начинаю трудиться. И священник делается другим. Представьте, я приезжаю в город, столичный город. Священники ради интереса пришли, и два священника покаялись. Покаялись? И они вышли перед народом и сказали, мы никакие не верующие. Мы друг перед другом только красуемся. Один из них игумен. Сейчас он в Дееве его служит. Я могу называть, все есть. Они начали народ как трепать, исповедовать. Весь Великий Пост никого не причащали, а только исповедовали. Причастили на последней неделе. Принесите всех, кто лечил, какие тетрадки. Там, говорит, может по метру две пачки такие принесли. Сколько было? Я знаю радость обращения священников, когда они каются. И многие из священников покорились вере, как написано в Деяниях апостолов. Те, которые на меня нападают, они ничего этого не знают. А что делать? Трудиться. Трудиться. Я знаю, церковь эта от апостольских времен, она благодатная. Я говорю о патриархии. Так вот такой волк нападает, а то награду мне увеличивает он. Он-то этого не знает. А я узнал, что он вот так вот-то просто лопается от злобы. Собрание уже передали, наш человек там был. Я только усиливаю молитву. А и верите, что обратится такой? Слабенькая вера, она у меня всегда остается. Иногда бывает совсем нет веры, что такой-то может обратиться. Но они где-то граничат с кулой на Духа Святого. И вы у него будете причащаться. И поклонюсь, и поцелую руку. Вот здесь какая-то такая грань, за которую нельзя заглядывать. Пока за ним не чистится этого греха смертного, и пока он не запрещен, то есть не отлучен. Это жития святых, говорит, через недостойного совершает. А где недостойного? Если так разбираться, никого достойных-то и нету. По большому-то счету ни одного и нет достойного. Апостолы умерли. А остальные за собой считали. Петр лицемерил, Варнава лицемерил. Так за один грех уцепиться, и можно вытянуть. Я к любому священнику подойду, если я его не знаю. А если я узнаю такое дело, я себя обязательно приду и переспрошу. Бывает и поклёб. Много сказать. Тем более грех тайный. Бывает обнаружен. Бывает его сожитель. Мне страшно сказать про это. Я просто не верю, что вообще в природе существует грех. Но есть он. У меня не вмещается эта мерзость вся эта. Восставил, говорит, естественно, употребление женского пола разжигали с похотью друг на друга. Я признаю его. Признаю. Я больше того, я признаю, подойду под благословение к папе Римскому. Вот, опять же, вернусь к ролику, когда Володя расспрашивал нового гостя, как Валерия, вот это вот. Виталий. А, Виталий. И я видел Володю, допустим, когда зашла речь о иконе. То есть, Володя как-то, ну, немного так повело его вот от того, что пойти икону там поцеловать. Вот. И я же вижу, что ни у вас, ни у Володи там, ну, ни у других там братьев, у них нету вот отношений никакого. Понимаете? А зачем тогда вот из себя строить вот это, что мы там... Зачем целовать их, когда это... Ну, это... Это ненужное дело. Зачем это делать? Понимаешь, Сергей, вот эту грань называю. Вот мы никогда не ходим и не пойдем. Чудотворные привезли. Для меня разницы нет. Я признаю первообраз, прикладываясь к иконе. И это нужно для свидетельства, установленное каноном. Почему священник, висящий как около царских врат, икону на левой, на правой стороне подходит и целует? Перед народом должен засвидетельствовать, что он не иконоборец. Церковь установила канонически. Тут вопросы сняты все. Я уже не думаю. Я истинно, искренне прилагаюсь. Конечно, не так. Поцеловать, да еще лбом боднут. Поцеловал устами, прислонился, и все. Это я чту. Первообраз. Помните о видении? Монах такой был, Мельхиседек. У вас есть ролик там на этом, на сайте, который умер, и ему было видение. Богородица показала в арве ров с грязью, и там все были кресты, иконы, аналоги, которые сделала из-за своей жизни. Вот. И он, она благородится, быть, вот и все, все твои дела, которые увлекаться. Но я же вижу, что нет веры, и как бы превозмогать это и целовать ее. Да, я не превозмогаю, я люблю. То есть я, согласно Писанию, увидел, что иконы, идолы это разное. Это первое. Второе. Поклонения не было, но перед ковщегом, где были херувимы, простирался нитцар, он заходил. Значит, не запрещается. Прислоняться устами нельзя было. Церковь это приняла. Мы знаем, эти святые, они на небе, Божья Матерь. Я с радостью прислоняюсь к этому. Но один раз засвидетельствовали, что я не еретик, я не иконоборец. Только и всего. Ходить по стенам у нас это не положено. У нас никто не ходит. Зашел, свечки ставили. Я, наконец, добился, чтобы не ставили. Сколько нужно, батюшка принес, и помощник придет и поставит. Вот, несмотря на это, вот на все. Вот у меня на потолке, вы видели, висит икона Спасителя. Я, допустим, без иконы себе жизнь не представляю, потому что я, глядя на эту икону, меряю свое духовное состояние. То есть, иногда я гляну на нее, Господь на меня сурово смотрит. Иногда я гляну на нее, Господь, как бы, одобряет меня в чем-то. Понимаете? И я вот относительно этого выстраиваю. Понимаете? И есть все-таки в этом какой-то сакральный смысл, вот, иконный. Понимаете, вот эту грань, и как вот во мне это увидел Андрей Кураев. Вот у Игнатия баптизм и старобрядство, особый пиетет к Слову Божию, любовь. Это баптистская. То, что строго по канонам, это старобрядство. А я не думаю ни о баптистах, ни о старобрядцах. Я думаю о священном писании и священное предание, каноны какие есть. Нигде я за это не залажу. Никакого предпочтения не отдаю. Вот эта икона чудотворная, это не чудотворная. Нет, нигде. Ну, а когда бываете в храме, и там перед мощами поклонюсь, за стеклом где-то поклонюсь, я признаю. Но гоняться за этим не буду. Почему? Потому что я оказался там, где мощи Сергея. Я в общем числе буду, еще ради я буду дистанцироваться. Я верю. Я к мощам-то не преклоняюсь, к стеклу. К стеклу. Ну, а под ним лежат мощи. Я православный. Вот я знаю посты, чтобы понятно было, аналогию провожу. Посты, не считая Великого Поста среды и пятницу, это 69-е апостольское правило за это дело карает, если ты не будешь соблюдать. Это правило, я православный. А остальные-то посты-то, они до 8-го века еще были, в 4-м веке. Да что, до 4-го не спасались без этих постов? Особенно Петров пост меня донимает. Дети приезжают, месяц проживут сливки, все есть, яйца, мясо. Я ничего не могу дать. До 12-го пост идет. Пост идет. Я знаю, этот пост ненужный, но я знаю, в честь, с чего он основан. В честь благословения на проповедь. А ее нет, он обманный пост. Но, когда я все рассказал, дальше я православный, без дураков. Я его исполняю, а любви к нему нет. Теперь я молюсь, Господь, дай мне любовь к Петрову посту. Я вымолил у Бога это. Вот я с чего начал беседу, да, с какого вопроса? Вот законы, уставы, правила, каноны. Вот может человек без этого спастись? Ведь вот апостол Павел как сказал, все мне позволит, не все полезно. Вот можем мы спастись вот без всего ограничений вот этих? Знаете, у меня задавали эти вопросы в университетах, притом неоднократно, видя, что Писание мне известно и правила. Скажите, вы видите недостатки патриархии, но вас избрали патриархом, что бы вы сделали? Я отвечаю, первое, прекратить строительство всяких храмов, рассчитать все, где долги. И взяли, чтобы быть свободным. Которое на меня нападает, это рабы нападают, это рабы, особенность миссионерского отдела, это рабы. Я свободный во всех положениях. И дальше что? Открыть училища, тысячи училищ. Так, учителей нет. Людей надо научить любить Христа, Бога, единосущной троицы нераздельной, единосущной. Жертву Христа принять и любить Святую Библию. Я спросил, о чем? Правила. Вот я живу себе, да? У меня нет никаких правил, ни канонов, ни ограничений никаких, понимаете? Я живу, как хочу. Все. Я сам себе епископ там и все, все, кто хочешь. Вот апостолы вышли на проповедь. Какие у них каноны были? Они вот шли, да, по миру. Пятнадцатая глава, Деяния апостолов. Они выразили это, и они это взяли, чтобы не ели для жертвенного, воздерживаться от блуда, и дальше говорится, что не ели крови. Все. И они шли проповедовать. Это все, что заключалось. Но, когда Павел встретился там с Петром, началось где-то, то он восстал. Почему? Потому что Петр стал устраняться, потому что он исполнял все, и нечисто не входило в уста. А по Новому Завету все чистое, молитва и слово ощущается. И Павел нам отстоял эту свободу. Вот это необходимо. И когда сектанты берут только это, то они правы в этом вопросе. Но церковь-то продолжалась. Мы не можем говорить так, вот ты молод, ты женился. Ну и на этом остановился. Женился, детей-то не было. А теперь дети появляются. Ты дом расширяешь. У тебя был гектар земли, у тебя теперь внуки идут. Тебе уже не один гектар надо, больше надо. Ну а первые обходились. Первые на том участке как раз такое. Тут нельзя автовогнать сегодня. А вместе с этим я теряю те чувствования, как во Христе Иисусе. Расширяясь в этом, мы теряем отношения с Господом. А как теряешь ты? А потому что создаем себе новые какие-то правила, создаем. А от этого удаляемся от Христа. Нет, тут надо сказать о грани православия. Допустим, Священное Писание начается. Вначале сотворил Бог небо. В буква. А в Откровении последняя 22 глава. Аминь, мягкий знак. Вот от В до Аминь не добавить, не убавить. Сегодня перенесли это на богослужение. Это абсолютно неправильно. Библию устранили, а богослужение на непонятном языке. Это монахи придумали. Это категорически не против. Но надо знать минимум, дальше которого нельзя. И в хористический канон не прикасаем. Никео-Цареградский символ веры не прикасаем. Баптисты пробовали без этого, а уже свой символ написали. Во Святую Соборную это выкинули. В Единую Христову выкинули. Но остальное они взяли из нашего символа веры. Надо узнать этот минимум, за который нельзя заходить. Почему? Я православный. Мне не нравится. Как его узнать? Как определиться в этом минимуме? Я определил, ты определил. Не знаешь меня? Спроси. Я определяю этот. Нахожу, и Бог мне показывает. Подтверждение Священным Писанием, толкованием Святых Отцов. Мы нигде не находим у Иоанна Златоуста то, что сегодня есть. А вот сегодня сказал Серапим. Он сказал, но это не сходится с Писанием. И он сам сказал, когда меня покидал Дух Божий, я ошибался. Серапим себе говорит. Павел этого себе не мог сказать. И говорит, я думаю, имею Духа Святого. И он говорит, так говорит закон. А теперь говорит от себя. Сегодня вот это вот. Хорошо, нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. А сегодня хорошо ему оставаться, как я. Люди не понимают. И сегодня, когда вещают, говорят, нехорошо одному. Это в раю было сказано. А сегодня хорошо быть одному. Остался без жены. Нищей жены. У церкви церковь, любящая мать. И она ничего нам плохого не желает. Я прошел от этого искусства. Почему я занимался день и ночь. И поэтому, когда сегодня я говорю прямо по Евангелию, они прямо лопают. Это баптисты, это сектанты. Ты как угодно рассуждай. Меня это не трогает. Ну вот, вы говорите, я прошел этот искусств. Как он вообще, в чем он выражался? То есть, вы видели все вот это? Ну, то есть, в православной церкви видели все вот это, да? И вы хотели отказаться от этого, да? Нет, я никогда не хотел. Я рожденный в православии. Это у меня есть. Я имел как бы снисхождение тем, которые придут издалека. Вот мы были, допустим, я проповедую. У меня сразу 450 баптистов. Вся община пришла с пресс-питером. Все приняли православие. Я могу рассказать о таких дивных вещах. Ну, а дальше-то вопросы стоят. Вот Питер Гилквист. Обратилось там 2000 человек. 2000. И они сразу давай православные. А сами сидят на курире в комнате, говорят, дышать нечем, жена там ухаживает. У меня нет, у меня по-другому подход. Сразу в рамке Евангелия. А говорят, а можно вот это? Давайте обсудим. Без этого можно. Без рис. Можем мы служить? Конечно, можете. Я не могу сейчас никак епископа взвинуть на это. Ну, откажитесь от этого. Но без галстука. И застегнут до верхней пуговки. Тут я мертво стою. А что? Это масонская. Ну, а дальше. А вот они бриты. Бриться нельзя. Тут не пойдет. Вот эти моменты, которые... Почему все иконы все показывают? А без икон пусть ни одной иконы не будет. Но нигде против икон, чтобы не говорили, что идолы. То есть у меня выработана четкая программа, где можно без повреждения Слова Божия все принять. И при том, вот заметьте, на меня сколько нападают. И там и Польщаева, и там Дворкин. А они ничего не могут сделать. Почему? Потому что все у меня в этих рамках. Они меня не могут объявить неправославным. Ну, могут так к стенке поставить или зарезать. 13 лет у нас епископ Евтихий. 13 лет в близком общении. И говорит, когда сидим тут, этот, епископ Московского Патриархата, вам, Игнатий, никогда не обвините, что он неправославный. Он суперправославный. 13 лет. Я вам прислал ролик, да, в случае сейчас, катастрофа какая-нибудь. И все. Я все посмотрел. Ведь на этом все закончится. И где мы будем на пеньках свое православие справлять? Ведь все закончится. Да. Я сколько могу. Понимаете? Сколько могу. И которые люди вот такие обращаются, которые из сектантов-то, я говорю, но вы соблюдаете все, что есть. Надо найти эту грань. Вот у баптистов я вижу эту грань. Иногда я знаю, меня представляет православный проповедник, там, миссионер. И я тогда выхожу на кафедру, крещусь, и они слышат. Ну, вот пресвитер уже все за меня. Но когда я бываю совершенно незнакомый, и они дают мне как брату, я уже крестное знамя не совершаю. Я без него спасусь. Но я им даю такое, там на всю жизнь им хватит. И оттуда потом сообщают, я тогда говорили, мы уехали, я не знал кто, я священником православным стал. Понятно как? То есть мудрость должна быть. Для всех сделался всем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Это очень трудно для всех сделать совсем. Мне Бог отодал в первый день. Это дар Божий. Что хочу спросить вот такое. Ну, потому что это идет видимое приближение. Идет раскол в церковь, да? На церковь идет раскол. Ну, уже вот и первый епископ Лонгин, да, объявился такой, который... Я думаю, он первый. Да. Я думаю, за ним еще последуют люди, потому что многие священники находятся в таком ропоте. Вот он невинуем, потому что вот эта встреча с папой повлечет собой очень... Причем это с каждым днем ком нарастает и нарастает. Вот. Как нам быть, если вот произойдет вот такое в церкви состояние? Вы же любите задаваться таким вопросом, а если? Если. Я предлагаю и предполагаю все варианты. Я проиграю множество вариантов. Еще раз говорю, патриарх ничего не сделал нового, за что можно было бы его поносить. Патриарху нужна помощь, защита от монахов, молитвенная помощь. Я это уже сказал в первый же день. Люди, которые сейчас где-то, это подхалимы, это хитрецы. Вот он знать еще не знал. Нигде все там за патриархой. И вдруг теперь видят один, второй, третий. И он выскочил тут же. Как говорит, черт из табакерки. Я их знаю, могу по именам назвать, они с вами знаются. Ролики с ними составлены у вас. А где ты раньше был? Как ты крестишь? У тебя католичное все. Ты уже выкормишь католиков, попись стоишь. А кого ты судишь-то, патриарха? Патриарх ничего не добавил. А будет раскол. Какой раскол? В чем? И они куда поведут люди, которые отошли? Вы начните сейчас делать то, что католическое уже внесено. Оставьте патриарха. Начинайте учить. Начинайте вводить правила, чтобы была эпитемия. Правила канонов введите. За один набор 10 лет от учения. Не получится. У него никого не останется. Вы говорите, введи правила, да? А зачем их вводить-то правила, когда храмы наполняют 90% в каждом храме, минимум 90% мертвецов? Для кого их правила-то вводить? Для мертвецов? Зачем они нужны правилам? Так я тебе и говорю про это. Когда мы приходили, отец Аким, Геннадий, Фаст, мы заходили в храм, стояли, потом выходили и говорили, как можно все это поправить? Не 90, 98, может, 9% люди-то не знают Бога. Что делать? Мы приходили к убеждению. Первое, что нужно сделать, купить большой амбарный замок и запереть храм. И начинать в ограде занятия. Три месяца. Испытательный срок. Через три месяца, которые покаялись, которые уверовали во Христа, начинать запускать. Поправить можно. Вот я скажу, что я ни разу не встретил ситуации, в которой, конечно, попа этого, который будет противодействовать, придется перевезти в другое место. Потому что он злодействует, злодей, злодейский. Я не вижу безысходности нигде. В любой ситуации можно начинать трудиться, работать, не нападать. А миссионеров, которые сегодня они называют, это лютый просто волчарник. Они кидаются, хватают, они никого обратить не могут. Они сынами гиены делают, обходя море и сушу. Я подошел в своей жизни в такой черте, когда я осознаю себя, понимаете, я осознаю себя растерянным каким-то. Я увидел, для меня открылось, буквально последние полгода, открылось то место, духовное, православие, в котором я нахожусь и именем которого я себя называю. Ведь куда я не поверну голову свою, я везде вижу одну ложь. Понимаете, как я могу находиться в этих... Я понял вас, Сергей. Вот теперь вы поймете величие, дар, который дал мне Господь, для всех быть всем. Эти попытки, они не исследуют, не знают. У меня проделана громаднейшая работа в этом направлении и в писанном виде, и в аудио выраженной. И в видео теперь я об этом говорю. Да, я это узнал. Ну и вывод-то какой. Но я на корабле, который захватили пираты, пираты все извратили. Но здесь мне Бог открыл, я работаю, я в церкви. Если бы в православии, это у сектантов было рукоположение истинное, я бы дня православным не был. Но и врагом православия не был. Но Бог так сделал. А они никого не могут принять, и я никогда баптистом не буду, и в православии буду трудиться. Ты понял это? Начинай работать. А в каком направлении? В первую очередь, чтобы все православные, которые к вам приходят, они не искали исцеления от иконы. Иначе ты, как идолопоклонник, будешь обвинен на суде Божьем. Сколько их людей ты сбил с правильного пути. Ты уже говорил мне это год назад и больше. Что изменилось за это время? Ты сказал, я чувствую, баптисты обвиняют, и обвиняют правильно. Так что, перестать писать? Не перестать. Я полгода уже не пишу иконы. Я отошел от этого уже полгода назад. Но вы знаете, этот ролик будут люди слушать. И они ничего не поймут православной стектанты. Не поймут. А почему? Потому что я говорю согласно Слову Божию. Главное. Все это пережитое. Иконы, если тебе дан, да, да, мой совет, пиши. Но только каждым говори, ничего исцеляющего не ждите. Это первообраз. Мы слабые люди. И нам необходимо в другой раз взглянуть. Это мы на небо смотрим. Все трогает. И какой образ. Вот эта мученица. Ее биография такая. Это посчитайте. На какое число можно даже на иконе написать. Варвара, велика мученица. Там такого-то числа. Там первого декабря. И чтобы просчитали. Как я могу писать, если люди соблазняются на них, на этих иконах? Как я могу это делать? А такого нет, чтобы на чем не соблазнялись. Когда Господу сказали, Господи, ну и соблазняются. Соблазняются, он говорит, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Они на всем соблазняются. На Бараде соблазняются. Первое соблазняли, что человек женатый. И выявили, пресвитер не может быть женатым. Женатый не спасется. Церковь предала это анафеме, подклятвою. У церкви, любящей нашей матери, Вселенской церкви, на все есть каноны. Каноны. Ко мне приходили сектанты разных направлений. У них случается событие, которое уже давно оповещено. Они не знают, что делать. Вот он хороший проповедник. Ну, захватили его. В первую очередь не сам. Значит, усиливается. Захватили с чужой женщиной. Теперь плащет, просится за капитал. Зачем ему? А теперь, можно или нет, он потерял право навсегда. Навсегда. Здесь он не может быть. На улице может проповедовать. Какое правило? Я сейчас, Карфагенский собор такой-то. Ну, Бог дал мне знать это дело. И они проходят. А мы, говорит, допустили. Три месяца у нас было на отлучение, называется. А теперь проповедует. Опять обнаружили, опять с другой женщины впал. Пришли ко мне опять. Что делать? Он чужой уже был. Никто. Теперь что делать с вами, которые это делаете? Вы, например, не в церкви. Каноны церкви отвергли, а к ним обращаетесь. Пошли вы отсюда вон. Вот весь ответ. Я нахожусь на корабле. Мне это открыто. Корабль это церковь Христово-Православная. И я работаю. Работаю в всех направлениях. Так они не знают. Для этого я потратил тысячи часов на счета в Златоусте, распространив по всему Советскому Союзу. Библии нету. Я ее насчитал. 11 кассет. Каждая кассета 8 часов 20 минут. Вот не кассета, а называлась катушка, бобина. Всю страну наполнил этим. Это которые на меня нападают. У них ничего этого нету. И сколько людей пришли. А дальше я начал насчитывать жития святых полностью. А где не согласен, я в колокол бил. Обратите внимание, но не пропустил ни одного слова. Ни одного. Добротолюбие насчитано. Что? Работать надо. Работать. Страна преступников. Я каждого спрашиваю, что вы делаете? Да выйти мне нельзя. А я выхожу ночью наоборот. И меня задерживали с ножами. Я проповедовал. И один из них говорит, да это он, на кого я рассказывал. Проводите его домой. Доктор Газа было такое. И меня преступники провожают с ножами домой. Они ничего не знают, которые нападают. Я не могу на них обижаться. У них ничего нету, кроме злобы. Много преступников. Да я 17 лет одной тюрьме отдал только. Они знают, я каторжник. Я православный и буду работать. Меня арестовали. Я вхожу в тюрьму. Какие у меня правила? Я только одно правило просил у Бога. До ареста. Дай мне дух молитвы. Когда говорил баптистам, которые сидели, они даже не понимают, о чем говорю. И у меня сплошняком шла молитва. 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 Пять раз в день становлюсь, по часу, по полтора. Псалтырь за два дня. Тысячи поклонов. Буквально со всей тюрьмы запросы. Помолись, батюшка, помолись. Я не батюшка, не надо. Папа и в рогожке видать. А поп рядом сидит, я романах. За достигательство малолетнего. Его там, не знаю, за символ. Мишка. Мишка, иди сюда. Вот то, что ты услышал, принял. Я принял это каноны. Я считаю, я три года ими занимался. Я не нахожу канонов, которые были бы мне во вред. Я благодарен, что есть вселенские соборы. Благодарен Богу, что есть по месту святые отцы. Нету ни одного канона, который подножку мне поставил бы. Я их целую. Мне недавно ролик попался такой. Вот какое-то заседание идет, какой-то зал, я не знаю, может концерт какой-то. Сидят, я не знаю, там десятки, может сотни епископы, священники. Понимаете? Ну, представители вот сегодняшних постов, да, канонов. У них пузы вот такие вот. Они еле в креслах умещаются. Какие посты, о каких постах-то вообще можно говорить? О чем тут говорить? Они же не соблюдают этих постов. Зачем? Хорошо. Патриарх в близких отношениях с президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным. Путин-то не такой, немного у него лишнего сала-то. И Нургалиев подчиняется ему министр внутренних дел. И главное, уволить, уволить кого-то, пузатых. Слово пузатых в отчете я никогда не встречал. И начали их выгонять. Когда их повыгоняли, пузатых, видимо, взвешивали на вестах. Вот. А как? И у меня рост метр семьдесят. И нужно отнять семьдесят пять. Сто семьдесят, это семьдесят, сто отнять и пять килограмм. И остается сколько? Ну, остается у меня семьдесят два, значит, шестьдесят, там, семь. А у меня шестьдесят четыре, я ниже нормы немножко. Это как раз. Выше только, чтобы не было. Оказалось, работать некому. И тогда к этим пузатым-то решенным должности опять пришли и сказали, идите в уголовный розыск, работайте. Эти-то тонкие-то вообще избегались по девкам-то. Они вообще ничего не знают. Тут уже выбирать приходится пузатого, который что-то знает. Так мог бы, патриарх, знаете, с президентом, мог бы от него это перенять и сказать, давайте примем так. Сверх нормы, ну, сто шестьдесят килограмм. Ну, явно, что что-то не то. У меня был священник, я вот там близко был с ним. Он рост, кажется, семьдесят сантиметров. Тысячу пятьсот. Сто пятьдесят, что ли, два килограмма. Ну, что спрашивать? Когда его хоронили, зловоние было на весь Барнаул, наверное. Говорить страшно, сфотографировали. Гроб поставили в большой железной ванну сделали, с него как потекло, а принесли в храм. И когда начали выносить, наклонили, и все это липкой лентой, как потекло в крови, сукровиса. Был май месяц, дует ветер, жара стоит. Страшное зловоние по городу понесло. А что? Отец Семен умер, Титов. Я его не осуждаю, мы были знакомы, но он вредил мне. Я у него сегодня причащаюсь. И он идет впереди, переваливается так сбоку на бок, это не такая утиная походка у них. И одна бабушка подошла с женщиной и говорит, я слышала, вы Библию изучаете, я давно хотела изучать. Можно я к вам приду? Я говорю, сначала благословись у батюшки. Он впереди идет, он-то меня не видит. Она подошла, отец Семен, благословите меня. Да Бог тебя благословит. Да я к Игнатию хотел сходить. Игнатию нельзя, это сектанты. А сегодня и причащал меня. Исповедовал и причащал, мы же патриархии были-то. Ну как это понимать? Исповедовал и причащал еретика? Он-то меня не видит-то. Ну как это? И когда он лежал в больнице, то настоятель мне и говорит, отец Николай Войтович-то, вот батюшка, я, говорит, ходил и исповедовал его, он же больной был. Исповедовал-то он, все хорошо, причастил его. Я говорю, он исповедовал-то о том, что сотрудничал с властями, а Николай-то как раз главный сотрудник. Он сразу посуровел-то. А что это за исповедь? Ну как все это предавал власти-то? Нет. А теперь он исповедовал или нет то, что нажил на себе лишний центр? Нет. А теперь исповедовали в том, что он не проповедовал? Нет. Так в чем же ты его исповедовал-то? Куда ты его наставлял-то? Это я с ним разговариваю с благочинным Алтайского края, который имел власти больше, чем сегодняшний епископ. Я к чему клоню-то? Получается-то что? Значит, во всей стране или, я не знаю, во всем мире один лаппиншин православный, потому что больше их не соблюдает никто. Посты их не соблюдают люди. Правда, неправда. Батюшка-отец Аким соблюдает, Виктор Андреевич соблюдает, Володя Пащенко соблюдает, Никита соблюдает. Я имел в виду, я имел в виду и ваших близких. Ну так это началось с меня, если я один такой пигменщик в молекулярном состоянии, и это все это есть и распространяется. Начинайте, не смотрите на нас. Я сказал тебе, а ты не делаешь, меня это от тебя не оттолкнет. Никак. Я по-прежнему любил и любить тебя буду. Ну они-то, они-то тогда православные. Как они могут называться православными, если они не исполняют? Никак. Никак. Обман. И попы должны знать. Вот смотрите, наш отец Аким приехал, там в монастыре где-то, видимо, я могу не назвать. И батюшка говорит, исповедуется сегодня, вот 150 человек, помоги. Он говорит, ну я же буду по-своему исповедовать. Ну вот так и делал, так у нас же строже. Как раз это и надо. Ну а батюшка тот уставший отошел. Отец Аким вышел. Рассказывает. Я не знаю где. Он по монастырям все ездит каждый год. Тоже не согласен со мной, что я говорю не езди. И он говорит, так, кто этот пост не соблюдал, отойдите, исповедовать не буду. Кто среду-пятницу в течение года не исповедал и последний великий пост не соблюдал, и вот эти посты хотя бы год не нарушал, исповедовать не буду. Опустела, отстала, говорит, там несколько. Так, теперь кто бреется, исповедовать не буду, пока бороду не отрастут. Ушли, осталось человек, там может шесть бабок, вот эти начал исповедовать. От 150-то шестеркой осталось. Вот и все. Это я вот, где я коснулся только постов, да. Но мы возьмем любой, любой вопрос вообще православия, допустим, любой темы православия, коснемся. Везде нарушения, нет исполнения ни правил, ни канонов, ни законов, нигде. Значит, если они не исполняются, значит, это не православие никакое. Так, смотри, когда ты заходишь на наш сайт, да у тебя все книги мои, и там есть книга о кистовом православии, открой ее, и там написано «Добавление к символу веры». Я об этом стучу, крещу не два, не три года, а 53 года. 53 года. Как Пасха, я от руки сажусь на машинке, печатаю, всем архиереям рассылаю, как правильно крестить, поздравляю их. Всем до одного. Сколько же я печатал-то, как мои пальцы выдержали это. Как, говорит, паралич не хватил у меня, как Виктор Гюго говорит. И что? А строят купели. Вот наума строят, он мелковатый, он, конечно, поддобавят. И строят купели-то. И везде сообщают, а у нас был то-то, то-то. Неправильно крестились. Вот сюда вот. Надо, говорит, о восхищении чувств. Не сюда, а где пуп. Чтобы от поперечина вот этого версия была меньше, чем ниже, иначе перевернутый крест. Ну, Слободской пишет в законе Божьем-то. И один добрый человек нам подсказал. Кто? А я все время стущал и крещал об этом. Ну, надо работать. Ничего нельзя сделать. Я говорю, ничего не начинали делать. Если не сеет, ничего, ноль. А если сеет, то пополам. Взойдет или не взойдет. 50% будет. Поэтому не унывай, брат. Услышал? Не исполняют. Наши люди, которые у нас, никто не исполнял. Исполняют все до одного. Начинается пост. У нас ни одна бабка, ни одна больная не подойдет к отцу Акиму, чтобы разрешил во время поста есть. Ни одна. Почему? Все знают. У него права такого нет. Нет. Он имеет право разрешить только, кроме среды пятниц, великий пост даже, растительное масло и вино. На большее правов ни у одного епископа нет. А они что спрашивают? А они попежники. Оттуда понаперли эти украинцы. Хохлы. И они все захватили здесь. И в этой безнадежности начинать надо работать. Они мне поедать будут. Они убивать. Но я знаю, их много. Я один. Но я не один. Мне говорит Господь, там множество. Со мной все святые отцы. Полторы тысячи епископов за меня, которые были на Вселенских соборах. Я за правила. Они необходимы. Я сказал, что если священник исповедует, то сказать, Библию считаешь? Не считает. Отойди в сторону. Считай месяц, тогда подойдешь. Второе. Ходите на благовестие или нет, как свидетели Иеговы? Нет. Отойди в сторону. Не исповедуй. Даже не исповедуй. Вот что надо внести. Добавление к символу. Не символы менять, а как бы ПС. По скрипту. Я не настолько оптимистичен, как вы в духе сейчас говорите. Потому что суд подошел вплотную. Понимаете? Я вспоминаю откровение, когда Иоанн увидел души убиенных, которые Господу вопрошали, доколе святая истина, не встишь за нас. Вот сегодня миллионы, я не знаю, может быть миллиарды убитых младенцев, детей в утробе убиенных, они сегодня взывают также к Господу, отмщение просят Господа. Понимаете? Все, все, мы уперлись. Сегодня мне брат один, ну Александр Андрусенко сегодня звонит и говорит. Сегодня пришел в храм, новые пения вели. Встали уже траля-ля, траля-ля петь. На клиросе поют, траля-ля поют. Понимаете? Все, уже дальше некуда что-то менять. Уже все кончилось, все заканчивается. Не кончилось. Вот тут и покажи, на что ты свободен. На Игнатина падать легче. А вы восстаньте против этой системы лжи. А я 53 года восстаю против и пишу. Я показываю, что с нами Бог, и будет изменение. Бог силен сделать в один день. Ну, представьте, все архиереи на Вселенском Первом Соборе подписались за Ария. Одна только домовая церковь осталась, одна домовая. И подписались все. И вдруг какой-то дьяканишка один вышел и начал доказывать Арии. Как ты понимаешь, Арии как? Никто не знал, кто это будет. Афанасий дьякон. В дальнейшем будет Александрийский Патриарх, святой. Он не сказал, ну что сделаешь, дошли вплотную, комета нас шарахнет. Я живой. И я не сдамся. И он стал говорить. И свою подпись дезавуировать стал один епископ, второй, третий. И Ария остался буквально в одиночестве. Вот что значит смелое выступление. Никодим-то он трусливый ночью пришел, да тресся. Но Иосиф, Ария опять-таки, вышел, а за ним и Никодим потянулся. Никодим-то уже пошел за Иосифом. Ты выступи один. Ты скажи, иконы не спасают. Я иконы пишу только для того, чтобы увидели, как это приближает к Богу. Иконы не идол. Найди эту грань где. Ни о каких исцелениях мне больше не пишите. Христос исцеляет без икон. В житиях святых говорится, у нее умер сын. И она сознание буквально потеряла. Она ринулась. Бежать в церковь закрыто. Идет одна женщина. Помолись за сына моего. Она говорит, ты знаешь, я иду с ночной работы. Я бабочка ночная путана. А она рассудок потеряла. Молись. Тогда это упало блуденце. Господи. И ребенок воскрес. Ни икон, ничего нет. Одна Б. И Бог услышал. Вот надо, чтобы показывать людям. Бог силен помогнуть. Мы не только показываем. Мы говорим уже об этом. Не один день говорим. Но людям это не нужно. Люди отвергают это. Им нужно то православие. Им нужно вот это лубочное православие. Которое украшено. Да. Это Мещерина Петр Игумен. Данилов Монастыря об этом говорит. И работать-то надо. Ну, допустим, мы узнали все, что есть в недостатке. Но сейчас надо еще ремонтировать. Это очень хорошо. Я по всем сферам говорю. Что это? Священники, которым нет 30 лет поставить под запрет. До исполнения урещенных лет. Хотя по закону должны быть извергнуты. Все симонисты, которые участвуют, берут за таинство, за свадьбу. Симония исключать, снимать сан. Ты крещи об этом. А они не будут делать. Откуда я знаю? Я должен быть верным. А последствия Бог берет на себя. Ты не думай, что Иоанн Креститель уже так ума не имел. Образличая Ирда. Он знал, что не поможет. Голова будет на блюде, может быть. Но он говорил и говорил. А пример? А пример? Я сегодня только сколько получил. Вы пример для нас. Вы идете. Я никогда не думаю ни об этом. С тщеславие там приписывают эти миссионеры мне. Я понятия не имею об этих словах. Меня бомбят каждый день со всех сторон. А мне нужды нету. Я нашел себе соратника. Старого быка еще больше бил, шкура толще. То, что я говорю, нельзя провернуть. Нельзя никак. Нельзя. Под каждым словом совесть их подпишется. Вот такое дело-то. Надо работать. Вы говорите, я оптимист? Нет, я пессимист. Потому что все погибли. Все решены славы Божией. Все до единого. Все согрешили. А из-за этого тогда мой оптимизм исходится с того, что я взираю на начальника совершителя веры Господа нашего Иисуса Христа. Он умер за меня. И он говорит, иди. И я дам силу, придет Дух Святой и утешит вас. И облечет силой у вас. Я потому иду, что я облечен этой силой. Когда слушают сейчас от Апопы, они умирать будут. Он прелесть какая. То есть они не верят. Ты заряди в поисковик Тимофея Ха, который библейский. Это слово избрание сколько раз? Они не знают этого. В день, когда я обратился, а как узнать, что рожден свыше? Что ты должен увидеть, что ты другой стал. Я это увидел сразу, как стал. Тот, который на колене становился моряк, это другой. Я встал, я того уже совершенно не знаю. Тот мертвый. Я тоже на корабле в этот же вечер стал свидетельствовать. Да иди на всем свидетельствовать. Имея прекрасную характеристику, получил характеристику на следующий день. Сошел с ума. Может человек, пораженный каким-то одним из, какой-то одной из страсти, быть рожденным свыше? Вот, допустим, страсть чревоугодия. Может человек чревоугодием страдать и при этом быть рожденным? Момент, когда приходит человек к Богу, он может в любом состоянии быть. Но когда он обратится, совесть начнет его тревожить. Вот я, когда в тюрьме проповедовал, я обратился, это Треткин Владимир Прокопьевич. Нас отсадили сразу со второго этажа, в подземелье загнали туда. Мы двое, а там одни тараканы да сверчки. И мы молились. У него вот такой опуздень был, он даже что надо не видел. И он, в течение двух недель, все с него сошло. Если человек страстный в чем-то, человек оправдывает себе эту страсть, то значит он не рожден, да? Не рожден, не рожден, грех не оправдывает. Но они же, смотрите, они как священники, да, они как говорят, ну вот у нас мы много стоим, да, от этого у нас мы, ну, ненормированный у нас день такой, наедаемся на ночь, вот от этого у нас вот такие. Они же оправдывают свой грех. Я им оправдываю, смотрите, идите там осел, ослица, осленка, приведите ко мне. Они дорогой идут мимо магазина, а там пивные ящики погрузили бы, бутылки ко Христу привели бы, а куда садиться-то? Зачем вам эти акафисты, зачем вам эти сорока усты-то? Вы служите два раза в неделю, субботу вечером, и утром воскресенья, литургия, и все. И ты свободен будешь, тебе стоять не надо будет. Айти, написано, прекрасные ноги благовестников. А профессиональная болезнь священников, это вены на ногах лопаются, они ничего не понимают. Они не понимают, они как трупы стоят. Идите по всему миру, написано, а не стойте на одном месте-то. Стоять может кто? Стагнация называется. Вот когда ему расскажешь, священник, он, а в самом деле, а зачем это вот я... Понятно? Батюшка рассказывает, наш отец Иоаким, где прислали им в Омск или где старого священника-то? Ну, люди заказывают там ванифатию много популярно от запоя, от запоя. Ну, и дальше там надо Пантелеемону, там много болеет. Ну, это каждому по нужде, учиться надо, значит, такому-то. Ну, и, говорит, 32, а капец-то-то. Ну, и батюшку этот старый, пускай он стоит. А люди-то стоят. А те батюшки как? Они по одному запевают о всех, и все, очебурили и пошли. А этот нет, который помощник, это помогает ему. Он начинает считать дальше, а они, это не надо, следующее, он говорит, бога дурить не надо. Получается, что? Получается, если мы видим, да, что священник не рожден свыше, вот, ну, тем или ином пороком страдает, что получается на него как на чурку нисходит благодать, да, вот, которая, через которую мы причащаемся, да? Вот, понимаешь, вот я еще раз говорю, провести эту строгую грань. За живот, за толстый не отлучает церковь. А златоуст высмеивает это. Тебя что, говорит, готовятся принести в жертву, чтобы жирное животное было? Без страха уточняют себя, Иуда говорит. И все они говорят об этом. Выкатились от жира глаза их, потому что жир выдавливает, они все пущеглазы эти, которые толстые-то где-то. Но что благодать отнимается, не написано. Я ему буду говорить, батюшка, ну зачем? А зачем об этом писать, если человек не рожден, он свыше, он не божий человек, как на него может сойти божья благодать? Понимаешь, вот этот один единственный вопрос, в котором рассуждение должно тормознуть. Принимает всегда. И принимает даже старообрядцы. Дальше не исследуется. Это тот момент, где невозможно исследовать. А он вот такой-то, может, не роден свыше, Бог определяет. Может быть, он родился и к утру умер. Не надо за эту грань заходить. Это невидимое, и судьей меня никто ему не ставил. Повторяю, у меня нет ни одного священника, которых я знаю, к которому я бы не подошел, не благословился. А вот вас сейчас поносит Дудин, вы бы пошли. Да, благословился, он не запрещенный. Вы только что, Игнатий, вы только что сказали, что не может быть рожден от Бога такой человек, который страдает страстями, под страстью находится. Я про это и говорю. Вот здесь как раз остановиться на этом. А благодать есть. Благодать сходит на ослицу, и она заговорила. На Валаама сошла благодать, и он видел звезду. Вот я о чем вы, значит, он как чурка, да, он просто чурка. Чурка. Неразумная чурка. Он для меня старается, это чурка, и я для него должен стараться. Я должен давать ему десятину, кормить его, заботиться и говорить о божественном. И у меня было сколько священников, которые покаялись, обратились и начали работать над собой. Ну что, благодарю за выход. Я всегда жду вас. Ну все, с Богом. Храните на Господь, брат. Субтитры сделал DimaTorzok